В жизни каждого человека случалось хоть раз выслушивать оскорбления. Умышленно или по неосторожности, но осквернены достоинства и честь. Оскорбление несет в себе всплеск негативных эмоций, вызванных различными факторами. Зная эти причины, можно грамотно ответить на оскорбление или правильно на него отреагировать. Людям свойственны различные проявления определенных эмоций, но не всегда такие проявления получается сдерживать. И тогда в грубой форме дается отрицательная оценка личности. Но если знать, как правильно отвечать на оскорбление, то пострадавшим окажется сам обидчик. Энтон Пепеп. Почему люди переходят на оскорбление? Прежде чем реагировать на оскорбления и начать отвечать на них, нужно определить, чем вызвана агрессия. Самоутверждение. Оскорбляя оппонента, человек тем самым хочет возвысить себя. Агрессия – признак внутренних страхов, переживаний, комплексов и неуверенности в себе. Поэтому, желая повысить самооценку, человек прибегает к различного рода оскорблениям. Озвучено Яндекс Спичкит. К такому человеку стоит проявить жалость и дать понять, что за ваш счет он не утвердится. Выплеск эмоций. Иногда в человеке накапливается слишком много негатива. И попасть под горячую руку – это возможность услышать о себе много нового. В таком случае человек позже извинится сам, ему нужно только помочь успокоиться. Игра на публику. Такие люди получают огромный энергетический заряд от скандалов на публике. Здесь главное – дать человеку понять, что вы не герой его остросюжетной комедии. Оставаться равнодушным в этом случае – значит остаться победителем. Воспитание. Точнее, его отсутствие. Причины агрессивного поведения уходят в раннее детство, характеризующиеся вседозволенностью и потаканием. Невоспитанному человеку – только брезгливое отношение. Неудачный день или синдром понедельника. В жизни каждого человека бывают понедельники, причем не обязательно в первый день недели. День тяжелый сопровождается эмоциональными расстройствами, что провоцирует выход накопившегося за день негатива наружу. Лучший вариант – это сказать, что вы понимаете, чем вызвана агрессия, и попросить человека не вымещать на вас негатив. Соперничество. Оно порождает самые сильные оскорбления, порочащие честь и достоинство. Игнорировать такие оскорбления нельзя, необходимо дать человеку достойный отпор. Статус и положение оскорбляющего реакция на оскорбление также зависят от того, кем является обидчик. Муж, жена, родственник. Если это люди из ближнего окружения, то нужно максимально стараться сохранить между вами теплые отношения. Семейные ссоры носят временный характер и сопровождаются накопившимися претензиями и разрешаются за круглым столом. Друг. Если это сделал друг, то обязательно стоит выяснить причину, подтолкнувшую его на оскорбление. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Как только всплывут подробности, придется решить, простить или лучше от такого друга отказаться. Начальник? Оскорбление от начальства слышат большинство офисных работников. Это либо форма общения такая, либо личная неприязнь. В любом случае первое само узнается, а вот второе нужно выяснить. Но никогда не нужно бурно реагировать на агрессию босса. Можно представлять его в смешных и нелепых ситуациях или просто пустить в ход улыбку, это придаст уверенности. Босс увидит вашу стойкость и признает ваше психологическое преимущество. Незнакомые люди. Вот отличная возможность проявить спокойствие, воспитание и интеллект. В любом случае не стоит уподобляться оскорбившему и принимать правила его игры. Лучшее оружие – это спокойствие, адекватность, игнорирование или юмор. Как грамотно ответить на оскорбления в различных ситуациях? Столкнулись с троллем. Лучшее оружие против него – игнорирование. У троллей агрессивное нападение – это образ жизни. Поэтому, чтобы помешать им внести разлад в общество, достаточно просто их игнорировать или направить на них всю силу интеллекта. Например, можно ответить, что вы бы сказали многое, но переживаете, что вряд ли его ограниченный разум осознает и примет эту информацию. Необоснованная критика вашей работы. Поблагодарите человека за высказанное мнение и скажите, что значит другим это точно понравится. Критика внешности. Замечания, касаемые внешности, могут изрядно подпортить самооценку, если принимать их близко к сердцу. На выпад, какие у тебя синяки под глазами. Просто ужас. Можно ответить, что это следствие бурно проведенной ночи, добавив довольную улыбку. Замечания по поводу одежды. Такие уколы часто касаются финансовой ситуации вашей семьи или вас лично и могут оказаться весьма обидными. Озвучено Яндекс Спичкит. На высказывание «Ты одеваешься только в дешевых магазинах» можно ответить, что на вашей фигуре любая вещь смотрится красиво и выгодно. Когда ситуация доходит до оскорблений, не стоит принимать сторону обидчика и превращаться в его копию, выкрикивая обидные слова и проклятия в его адрес. Ведь победителем окажется не тот, кто знает много обидных слов, а тот, кто найдет конструктивный способ решения данного конфликта. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Продолжение следует...